На самом деле, пока нас еще не отправили на карантин, мы распихивали студентов по группам языка, и мне удалось посмотреть списки студентов, ну, понятное дело, только имена. Я заметила одну очень интересную штуку. Дело в том, что сейчас, по всей видимости, выросли дети фанатов Матрицы, потому что довольно популярным стало имя Нео. Да, я смотрела даже не все факультеты, но с тех, что я смотрела, так где-то 4 или 5 было конкретно, вот Нео. Самый интересный вариант был, ну, написаний там много всяких разных, но самое интересное, мне понравилось, это иероглиф Шин, новый, ну, он же от Ращи, если японское чтение. И обычно оно так и должно читаться, Шин, но в этот раз оно читается Нео, чтение прописано Нео. Вообще, это очень удобно, что в японском языке иероглифы канчи – это первично, а чтение уже вторично, потому что если тебе не нравится чтение, его можно поменять. И, например, в потомственных священнических семьях, буддистских священников, есть такая фишка, что ребенку при рождении дается имя, просто вот два иероглифа, и они читаются сначала японским чтением, а потом, когда он, соответственно, вырастет и пострижется в монахинь, просто эти же самые два иероглифа будут читаться китайским чтением, получится нормальное монашеское имя. Вот такая вот интересная штука. И, на самом деле, не только священники, понятное дело, этим пользуются. Я знаю нескольких людей, которые в силу разных обстоятельств меняли именно чтение своего имени. Так что этот несчастный Нео, если ему вдруг надоест когда-нибудь быть Нео, может стать просто Шин. Более-менее такое распространенное японское имя. Вот.